Привет, друзья! Меня зовут Катерина и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня вы узнаете, как развить в себе харизму. Многие считают, что харизма — это врожденное качество, своего рода дар или талант, который достается лишь избранным. Если ты от рождения не харизматичный, то есть не повезло при рождении, шанса нависать упущенное уже нет. Я понимаю людей, которые так считают. Действительно, красивые природы внешние данные и приятный голос больше способствуют уверенности в себе и развитию харизмы. Но все ли харизматичные люди обладают внешностью древнегреческих богов? Если вы обратите внимание на знаменитых комедийных актеров, а ведь согласитесь, без харизмы в этой сфере добиться успеха невозможно, то вы поймете, что все они очень разные, и внешность их не всегда соответствует эталонам красоты, принятым в обществе. Так может харизма все-таки не некий подарок судьбы, а результат работы над собой? Подумайте, какие люди кажутся вам харизматичными? Наверняка в вашем списке качеств встретятся такие прилагательные, как умные, искренние, открытые, веселые, вдохновляющие, вызывающие доверие и так далее. На самом деле нам кажутся харизматичными те люди, которые приняли себя такими, какие они есть. Они ведут себя естественно, они могут посмеяться над собой, могут признать свои ошибки. Именно это и заставляет тянуться к таким личностям. Интересно, но именно с этим связан успех видеоблогеров. Они общаются со своими зрителями, как с друзьями, в отличие от актеров кино и телевидения, которые обычно держат дистанцию с поклонниками. Вы можете продолжать думать, что мне хорошо и без харизмы, или что харизма врожденное качество, которое невозможно развить в себе самостоятельно. Сделав такой выбор, вы не почувствуете, что жизнь стала хуже. Для вас все останется, как прежде. Для тех же, кто решил работать над собой, следующие советы. Первое. Харизма – это по-настоящему быть там, где вы находитесь. Это значит слушать собеседника внимательно и искренне. Если вы окажете ему такую честь, вас подсеримают как харизматичного человека. Совет достаточно сложен в исполнении. Искренне сопереживать собеседнику и внимательно слушать его, даже если вам неинтересно, это трудная задача. Но это первое препятствие, отделяющее харизматичного человека от обычного. Но если вы сможете находиться с вашим собеседником здесь и сейчас, в данный момент, то это уже выделит вас на фоне остальных. Люди почувствуют ваше внимание и то, что они для вас – это все, по крайней мере сейчас. Второе. Выживание человека как индивидуума всегда было связано с другими людьми. В экстремальной ситуации мы должны определить, хочет ли человек нам помочь и действительно ли может это сделать. Поэтому харизматичный человек должен обладать двумя навыками – сила и желание помочь и теплота. Мы подсознательно считаем людей, объединяющих в себе доброту и силу, позитивными и стараемся держаться их как можно ближе. Важна именно комбинация этих качеств. Кто-то достаточно влиятельный и сильный может казаться впечатляющим человеком, но никак не харизматичным. Третий. Любой вид дискомфорта, будь он физический или моральный, сразу же выбит вас из колеи. Очень сложно пытаться уделить внимание человеку или записать видеоролик, когда вы надели колючий теплый свитер, и теперь он превратил вас в одно чешущееся натертое пятно. Менее экстренные ситуации, например, голод или неловкость в общении с новыми людьми, тоже будут препятствовать проявлению вашей харизмы. Один хороший способ справиться с дискомфортом – перестать создавать драму. Тысячи людей оказывались в неловких ситуациях, знакомились с новыми людьми или чувствовали себя некомфортно в присутствии кого-то ни было. Понимание того, что вас в случае не уникален и легко превозмогается, поможет вам избавиться от неловкости, дискомфорта и стыда. Последнее важнее всего. Когда вам стыдно, вы не можете быть харизматичным, даже если будете пытаться. Помните, что все ситуации, через которые вы проходите, это нормальное явление, реакция на которое обусловлена нашими механизмами выживания и эволюции. Каждый может быть харизматичным. Харизма – это совокупность языка тела и опыта работы над собой и своими коммуникативными навыками. Для того, чтобы набраться уверенности, нужен опыт, поэтому не стесняйтесь общаться как можно больше. А если вы хотите выглядеть харизматичным на видео, то, следовательно, снимайте видеоролики как можно чаще. Сегодня вы узнали, как развить свою харизму. Пишите в комментариях, были ли полезны данные советы. А также можете поучаствовать в опросе, который сейчас появится в верхнем правом углу. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И, конечно же, не забывайте нажать на колокольчик, если все еще этого не сделали. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok